Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. В прошлом году сняла фильм о Катране, на днях пересмотрела, поняла, что хочется снять продолжение. В конце этого видео оставлю ссылку, посмотрите, думаю, будет интересно. Катран. В середине мая в Подмосковье выглядит вот так. Рядом растет хрен, разница очевидная. Май в этом году выдался холодным, особенно ночные температуры. Катран растение холодостойкое. Холод и небольшие заморозки перенес без проблем. Катран относится к семейству крестоцветных, а его корень по вкусу напоминает хрен. Но в отличие от хрена, противопоказаний к его употреблению нет. Катран на участке растет третий год. В прошлом году осенью впервые выкопала корень. Готовили соус. Катран нужно почистить, потереть на мелкой терке, добавить воду, уксус, соль и сахар. Интересная история появления Катрана на даче. Покупала семена, наскнулась на название Катран, удивилась, потому что знаю, что Катран это такая акула. На пакетике прочитала, что Катран это улучшенный аналог хрена. Купила семена, посадила, почему-то не могу вспомнить. Поэтому не могу точно сказать, проходили семена стратификацию или нет. Но если производитель на упаковке написал, что семена нуждаются в стратификации, то нужно это сделать. О стратификации тоже есть фильм, ссылку оставлю в конце этого видео. В первый год растение растет медленно. Катран посадила на место, которое хорошо заправила органикой. На один квадратный метр площади внесла примерно одно ведро компоста. Естественно, под Катран не отводила целую грядку, оставила всего лишь один метр. Кнопробу. За лето всего пару раз подкорнила настоем сорняков. И в первый год, естественно, корень не выкапывала, растение было слишком молодым. Осенью второго года выкопала корень. Причем с уборкой не спешила, потому что, повторюсь, Катран растение холодостойкое. И спокойно переносит осенние холода и даже небольшие заморозки. Продолжает расти до самой зимы. Как убирала урожай. Выкопала примерно половину, а остальную часть оставила зимовать. В теории в этом году растение должно дать семена, а другая часть будет продолжать наращивать корень. И далее производитель рекомендует семена собрать, осенью посеять, а остальные растения осенью выкопать. Повторить все сначала. В этом плане с хреном проще на одном месте растет десятилетиями. Конечно, я семена соберу, осенью посею, часть корня выкопаю, а остальную часть оставлю. Интересно, что будет. Как буду ухаживать за Катраном весной. Так же, как и за любым растением. Прополоть, порыхлить, удобрить настоем сорняков. И летом тоже нужно будет один раз подкормить настоем сорняков. Кстати, уже летом листья Катрана можно использовать в кулинарии. Они по вкусу напоминают капусту, и их можно использовать для приготовления салатов. Также молодые листья используют в вареном, тушеном виде, например, как шпинат. Молодые листья или нераспустившиеся бутоны же можно тушить или готовить на пару. И повторюсь, посмотрите мой предыдущий фильм о Катране. Там рассказано, как в медицинских целях можно использовать Катран. А у меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Продолжение следует...